Обманутый и обкраденный. Общество. 19 декабря 3. Обманутый и обкраденный. В конце ноября в Москве прошла одна из самых крупных акций обманутых дольщиков в стране. О своих правах государству в очередной раз напомнили более 350 пострадавших семей. Добиться справедливости люди пытаются уже 16 лет. О так называемых обманутых дольщиках все мы слышали много раз. Само это словосочетание уже перестало вызывать интерес. Однако за набившим оскомину выражением до сих пор скрываются сотни поломанных судеб, сотни тысяч несчастных семей, которые действиями мошенников были лишены в большинстве своем единственного жилья. Многие из них ждут помощи десятилетиями. Наверняка такие люди есть и среди ваших знакомых. С таких слов начинается описание видеоролика с акцией протеста обманутых дольщиков ЖК Воскресенская. На сегодняшний день ЖК Воскресенская это три безжизненных многоэтажных дома рядом с Южным Бутово, похоронившие в себе надежды более чем 350 семей. «Я инвалид второй группы, вдова, я многодетная мать, мать-одиночка, снимаю жилье, мне приходится работать на двух работах, у меня вопрос к чиновникам, доживу ли я до своей квартиры?» Рассказывают дольщики о себе. Жилой комплекс начал строиться в 2004 году, а в 2014 застройщик ЗАО ТСК Евростарта банкротился. Несмотря на то, что существуют законы, защищающие права дольщиков, и в марте 2019 года ЖК даже был включен в перечень объектов, подлежащих достраиванию за счет средств бюджета города Москвы, власти на помощь к оставшимся без жилья людям не спешат, лишь вновь и вновь перенося сроки завершения строительства, никаких реальных действий не предпринимается, только отговорки и очередные обещания. Обманутые владельцы несуществующих квадратных метров, измученные ожиданиями доведенные до полного отчаяния равнодушием городских властей, готовы уже сутками выстаивать на холоде для огласки реального положения дел. Для семьи эти дома, по их словам, стали могилой их надежд. Многие квартиры уже не дождались, за то время, что мы ждем эту квартиру, прошла целая жизнь. Дочка уже выросла, и умер папа, большущая семья, снимаем квартиру все эти годы. Отец уже не дожил умер. Об этом же буквально кричат огромные баннеры, которые протестующие дольщики вывесили на фасадах домов 26 марта 2019 года. Собянин, обманутым дольщикам осталось недолго. Конечно, в нашем же каждую квартиру уже по наследству, президент, мэр, префект, мы против отсрочек в дорожной карте, мы хотим жить сегодня. Вот только ни президент, ни мэр, ни префект, никто из перечисленных чиновников обращать внимание на существование такой проблемы, как обманутые дольщики, не желает. Я являюсь дольщиком с 2009 года, и вот по прошествии уже 10 лет я все никак не могу добиться получения ключей от своей законно купленной квартиры. И вопрос у меня к государству, как так получается, что в нашей стране мы становимся людьми второго сорта. Для своих людей в своей стране мы никак не можем получить помощи. Она не такая большая, как кажется. Если бы на 2-3 месяца кто-то перестал воровать, наши дома можно было бы с легкостью достроить. В нашем городе в Москве с весны 2019 года переложили бордюры на гранитные на 1,6 миллиарда рублей. Кому нужны эти бордюры, если людям негде жить? Мы спокойно смогли бы прожить без них. На эти деньги можно было бы закончить не только наш объект, но еще и соседний. Позор такой стране. И позор такому руководству. Заявляет дольщица первого корпуса Татьяна Губарева. За 2018-2019 годы на замену бордюров выделили 1,6 миллиарда. На достройку нашего ЖК нужно 700 миллионов, гласит еще один баннер. Это такие копейки по сравнению с тем, какие деньги тратятся на благоустройство нашего города. Благоустройство это хорошо, но подумайте о тех людях, которые просто стали бомжами. Просят обманутые люди. Еще одна надпись на гигантском плакате. Застройщик, обманувший более 350 семей, до сих пор на свободе. Живут в своих квартирах, играют в казино, имеют недвижимость. И ведь необыл кого приобретали, мы вложили наши средства с подачи администратора нашего поселения Дикой Ольги и Ковлевны, рассказывают пострадавшие. А вот кого при этом защищает полиция большой вопрос. По словам обманутых дольщиков, когда они собрались возле своего дома, подъехала полиция и начала всех разгонять. 25 ноября возмущенные люди поднялись на крышу одного из долгостроев и, вывесив с крыши семь 20-метровых баннеров, файерами подали сигналы бедствия. Вместе с первыми лучами солнца утреннее небо понедельника в тенала озарили десятки столпов цветного дыма. Причина не в красочном рассвете и не в аномалиях природы. Дольщики ЖК «Воскресенская» провели масштабную акцию по привлечению внимания к своему долгострою, говорится в релизе активистов. Участники акции также провели сбор подписей под коллективной петицией, которая адресована президенту России Владимиру Путину, мэру Москвы Сергею Собянину, заместителю мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марату Хуснулину, депутату Государственной Думы Владимиру Рейсину, председателю МКСИ Анастасии Пятого и зампрефекта по вопросам реновации жилищного фонда Владимиру Курочкину. Владимир Владимирович, вы очень хорошо защищаете всех толстосумов, всех олигархов. Наши судьбы все исковерканы, перевернуты, а шайка бандитов гуляет на свободе. Это разве законно? У меня ребята спрашивают, когда у нас будет своя квартира. Этот вопрос я хочу задать вам. Обратились дольщики к чиновникам и главе государства. Что нам нужно делать, чтобы наши дома достроились? Мы сделали все по закону, мы ничего не нарушали, кто ответит за то, что у нас украли жизнь. Юлия Жумакбаева Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова